Тут некоторые люди, пока мы решали задачу на таблице с тремя строчками, все время говорили, а что если четное число? А давайте пусть будет четное число. Тогда я это пресекал, потому что не надо решить задачу для нечетных. А сейчас это уже имеется в обсудительстве. Господа, представим себе, что есть таблица размером 3 на 2n. n – это какое-то целое число. Ну, например, 3 на 20. Да, давайте, к примеру, пусть 3 на 20. Посчитаем в таком случае, чему должна равняться сумма в каждом столбце. А очень просто. Нужно найти сумму чисел от одного до 60. Совершенно верно. 57, 58, 59, 60. Как это делают? А тем же способом, что мы сегодня уже делали. Выписывают ее еще раз. 60, 59, 58, 57 и так далее, и так далее, и так далее. 4, 3, 2, 1. Говорят, что в каждом столбце будет 61. Давайте это число я запишу 61. Столбцов 60. Значит, от умножить на 60. Еще надо разделить на 2, потому что мы сумму написали два раза, а вообще-то она одна. И еще разделить на количество столбцов, на 20. И, ребята, будет очень интересный результат. 60 делить на 20 – это 3. Получается, что надо 61 умножить на 3 и разделить на 2. Это не целое число. Давайте поймем, что у нас получилось. Между прочим, молодые люди пришли на занятия. Учат ли стены университета и даже не университетская столовая. Посмотрите, пожалуйста, здесь на стенах что-нибудь нарисовано? Нет. Почему? Потому что даже если здесь нарисовать самых-самых красивых дракончиков и так далее, все равно от этого студенты у меня и не станут. Учитесь вы сами, читая книги, выискивая что-то где-то, сравнивая что-то с чем-то. Учитесь вы. Поэтому, если в тот момент, когда вы что-то перестаете понимать, вы начинаете лезть куда-то к себе, чтобы поиграть, то вы тогда, когда надо думать, выключаете. Это неправильно. Наоборот, когда тяжело, надо, чтобы вы включили свой мозг. А вы, как только до первой препятствии встретились и сразу включились. Так нельзя же. Бессмысленно. Так, объясняю, что очень важное явление сейчас произошло. Я сумел доказать невозможность для таблицы размером 3х20. Между прочим, ребята, когда удалось доказать невозможность, чего-то. Обычно это гораздо интереснее, гораздо важнее, чем когда что-то удалось. Ну, вернее, как. Конечно, когда что-то удалось сделать, ну, это что-то инженерное, да? Там инженеры, там, делай, 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 получился автомобиль. Делай, 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 получился самолет. Это все здорово. И, собственно, вся наша стерилизация на этом построена. Но бывает, что удалось доказать, что что-то нельзя. Например, доказали, что нельзя ниоткуда получить энергию. Открыли так называемый закон сохранения энергии. Говорят, уверяю вас, в физике огромное количество интереснейших следствий. Или доказали, что никто не может двигаться быстрее, чем свет. Тоже, смотрите, вроде бы нельзя. Но из этого тоже возникли огромные достижения физики. Когда вы доказываете, что что-то нельзя, часто это бывает не менее, а даже иногда более интересно, чем когда вы что-то научились делать. Я сейчас докажу, что не только для числа 20, но для любого четного числа нельзя. Очень просто. Очень просто. Вот выписываем здесь, вместо 60 будет написано, смотрите, что у нас таблица, 3 строки, 2n столбцов, тогда числа от 1 до 6n, 1 плюс 2 и так далее, и так далее, до 6n. Выписываем в обратном порядке 6n, 6n минус 1 и так далее, 2 и 1. Получается 6n плюс 1, опять 6n плюс 1, опять 6n плюс 1, 6n плюс 1. Сколько столбцов? Понятно, сколько столбцов. На что надо делить? Во-первых, надо делить на 2, потому что сумма написана в 2 раза, а число не целое. Значит, хоть таблицу 3 на 4, хоть 3 на 6, хоть 3 на 22, не будет. Ну и вообще любое нечетное на четное. Любое нечетное на четное. Мы не случайно брали только нечетные числа. Для четных у нас вообще не могло бы получиться.